Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. Данное видео это вторая серия постройки турбовального двигателя. Вот так это примерно все будет выглядеть. Я здесь уже, если честно, начал этим заниматься. Выпилил вот такую вот железу. Фланец взял с форсажной камеры, которая не получилась. Но эта вещь должна точно получиться. И сейчас из кусочков буду сваривать. Спешить здесь не стоит. Лучше потихонечку, чуть-чуть, полегонечку. Теперь, ребята, очень ответственная процедура. Вырежу вот эти недостающие части и варю их внутрь. Каждая часть подгоняется вручную. Несколько раз обтачиваю, примеряю до получения вот таких результатов. Данную деталь уже можно вваривать. Вот так подошел треугольник. Всего получилось 4 железки, которые заполнят пустоты. Несколько прихваток. Обвариваем. Ток 22 ампера. В маску не видно, потеет. Несколько прихваток. Все вроде бы получилось в очередной раз. Теперь отпиливаю фланец. Потому что видите здесь щели есть. Заново его подгоняю и привариваю. Ну вот так мне уже больше нравится. Все, ребята, готово. Вроде бы не повело фланец. Обработал внутренние швы бормашинкой. Настало время присоединять турбореактивный двигатель. Все, друзья, ставим на стенд и будем испытывать. Очень интересно, какая будет температура разогрева вот этой части. Хочется, чтобы не более 400 градусов было. Так что пьем кофе и стартуем. Здесь у нас немножко топлива. Совсем чуть-чуть. Теперь этот ТРД вовсе не ТРД, а газогенератор. Датчик температуры на готове. Пока что показывает 9 градусов. По-моему, не запустилось оно. Вроде зажгли мы смесь наконец-таки. Ребята, пошел процесс. Видно, что происходит. Заработал наш газогенератор. Это просто жесть. Наверное, придется вторую попытку делать. Что-то опять не так пошло. Но я думаю, со второй попытки должно пойти. Или пошло? Не может остановиться. Много керосина было. Сейчас попробуем еще раз. Теперь на горячую точно должно все запуститься. Стартуем. Сожглось вроде бы. что-то... мы попробуем. Ну вас освободен. Мы сейчас не берем включи. Вот когда льер Festие knife нет. Один был большой размышлен сер. Белик hoch Разгорелась до красна, но вот этого я никак не ожидал. А как же так-то? Почему? Значит, вот что происходит, ребята. Повышается температура до 850 градусов и электроника тушит ТРД. Выяснилось два очень интересных обстоятельства. Почему оно не работает? Придется модернизировать. Во-первых, упирается, скорее всего, здесь в стенку поток отражается. Так как поток здесь сверхзвуковой отражается и начинает разогревать турбину. Но есть еще более действенный минус в этой всей конструкции. Оказалось, друзья, что такая большая, казалось бы, крыльчатка, то есть сопловой аппарат, он огромный по сравнению с вот этим. Но оказалось, что у этого пропускная способность выше. Можете себе представить? Сумма всех вот этих щелей всего лишь имеет площадь 18,7 сантиметров квадратных. Сопло же имеет площадь 22,9 сантиметра квадратных. То есть сопла гораздо больше по площади и плюс вот эта тема вся создает огромное сопротивление. Потому что здесь узкие каналы. Я никак не мог предположить, что такая огромная вещь будет обладать малой пропускной способностью. Значит так, ребята, будем это дело побеждать. Будет сейчас токарка на канале. С вот этой болванки буду делать приспособу, чтобы зажать вот эту вещь. Ну и конус внутрь, наверное, надо будет какой-то в последующем сделать, чтобы поток вот так расширялся в обе стороны и не упирался в стенку. Зажал заготовку, которая будет служить оправкой. Выставил по индикатору. Такое вот биение у нее сейчас. И нужно проточить под вот этот посадочный диаметр. Кстати, фланец я отпилил, потому что он цепляется за станину станка. В итоге будем делать без фланца. Фланец потом вернем на место. Токарка пошла. Моя задача немножечко сточить лопастя, чтобы увеличить просвет. Посмотрим. Вроде бы не цепляет. Понеслась. Снял 2 миллиметра. Я думаю, пока на этом все. После обработки можно заметить, что сечение значительно увеличилось. Продувка тоже увеличилась. Приварю фланец и мы попробуем. Для начала без конуса, как оно себя поведет. Самое главное, чтобы наш газогенератор вышел в холостой режим для начала. И чтобы не перегревался. Температура 300 градусов. Так, пошел набор температуры. Пошла коллегровка. Нет, все-таки не прошло, ребята. Что-то мне подсказывает, что даже варивание конуса здесь не поможет. Слишком близкое расстояние к стенке от турбины. И слишком маленький внутренний объем. И слишком маленькие все-таки вот эти отверстия. Хотя я их прилично увеличил. Уже начали возникать безумные идеи по перекраиванию вот этой вот улитки. То есть, а что если ее здесь разрезать и расширить, увеличить объем? По идее, это должно положительно сказаться на уменьшении паразитных всяких волн отражения, ударных волн. Но все-таки сначала проэкспериментирую с вот этой трубой. Сделал перегородку раздваивающуюся. То есть теперь поток мы разделили и он будет нормально расходиться в обе стороны. Надоело играться, психанул и сварил вот такую конструкцию. Если и с ней не заработает, тогда я не знаю. Значит получается, нужно двигатель поменьше. Ибо пропускной способности соплового аппарата не хватает. Хотел сделать компактный движок, а получился очередной дичь проект какой-то. Ребята, сейчас ставим на стенд и пробуем. На этот раз должно запускаться. Все-таки здесь такая буферная зона будет. Интересный звук издает. Интересный звук издает. Ничего не помогает. Какая-то жопа. Такое ощущение, что двигатель настолько форсированный, что дополнительную мощность снять с него просто нереально. Но я еще кое-что придумал. Вот что приходится делать. Совсем меня эта штука доконала уже. Буду делать сброс лишних выхлопных газов, которые не может сопловой аппарат переварить, через вот такой вот патрубок. Если будет мало, сделаю еще один сброс. Нашел инородное тело. Как оно туда попало? Может быть из-за него и были все проблемы? Хотя вряд ли. Все равно скорее всего здесь не хватало нам пропускной способности. Но ничего, патрубок всегда можно заглушить, если что. Сейчас я его приварю и будем тестировать. Опять все переварил. Уже сбился со счету, сколько раз я это делал. Приварил обратно планец и новый патрубок сбросник. А это о чем говорит? О том, что опять будут испытания. Надеюсь, на этот раз без огня и без повышенных температур. Так, ну понеслась. Испытание 100501. Тихо, тихо. Субтитры сделал DimaTorzok. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все это пригодится в дальнейшем С этого брасника можно будет брать струю для каких-то других нужд Может еще какую-то небольшую турбину сюда можно будет приспособить для привода электрических агрегатов Это вообще было бы супер Ну а с этим видео все Кому было интересно, подписывайтесь на канал Поддержите лайком Ждем, что будет там в следующих видео Много неожиданного может быть У меня на этом все Всем пока, до новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...